Приветик! Вот хотела сегодня тоже рассказать вам один интересный факт об американцах. Здесь как мужчины, так и женщины поздно выходят замуж, поздно женятся. В чем проблема? Я сама даже не могла что-то сначала понять, что у них тут такое творится. А оказывается, у них здесь очень поздно взрослеют дети. Очень поздно. Есть такие даже некоторые экземпляры, которые, ну я не знаю, то, что их тут и одних оставлять нельзя до 12 лет, это понятно. Но есть даже ненаученные дети до 10 лет, они не способны открыть какой-то батончик там шоколадный, какую-то конфету, какой-то чупа-чупс. Они не умеют это делать. И родители это считают все в порядке вещей, все спускают это с рук. Но на мой взгляд, человека, выросшего в Украине, дети должны быть более самостоятельными. Но в Америке не передает никто этому никакого значения, потому что они знают, что все равно этот ребенок никогда не будет один, что ему всегда найдется кто-то, кто откроет ему эту конфету, кто его не оставит никогда одного, потому что они всегда няни. Если не няня, тогда мама сидит с ними дома. И растут они из-за этого очень медленно, очень медленно они и развиваются из-за этого всего. Они да... Детский врач, педиатр, у них считается... Детский врач для детей до 21 года. 21. Ты должен иметь. И ты будешь ходить к педиатру. Это было вообще смешно. Это был какой-то нонсенс. Я вот это не могу понять никак. Так, у нас есть детский врач-педиатр, потом есть врач как бы студенческий, подростковый, после 14, по-моему, лет, и потом после 16, после 18 уже идет нормальный терапевт, взрослый врач. Тут... Я вообще не могу понять политику Америки. Как человек в 21 год может быть ребенком? У нас в 21 год уже детей рожают. Тут нет. Тут детей рожают после 40. И это считается нормальным. Если у нас уже до 40 останавливается период рожать детей, то тут это только начинается. И опять же, все в порядке вещей. Мужчины должны нагуляться. Женщины должны как бы... Ну, я тоже, я не знаю, нажиться на... Своей жизнью как-то остепениться тоже. Быть какими-то самостоятельными. Вот и все они. Пока они становятся самостоятельными, никто ни о чем не думает. И потом начинает рожать детей и начинает заводить семьи. После 40. Это в 40 они рожают. В 50 только у них, типа, 10 лет. У нас там считается это уже совсем поздно. Поздный ребенок считается. Тут нет. Ну, тут и продолжительность жизни не наша. Если у нас там 60-70 лет, то тут они живут до 100 лет. И ничего. Может быть, потому такие и разницы во всем. В воспитании детей. А на меня это как бы няня. Но это приходится все... Я что-то стараюсь помочь детям. Я стараюсь научить их чему-то. Чтобы они были более самостоятельными. Но мне иногда задают такие какие-то замечания делать, что здесь, типа, не Украина. И здесь этого не обязательно в этом возрасте детям знать. Вот и все. Это так мне, как будто мне в морду дали. Может быть, это здесь и неплохо знать. Но оно здесь никому не нужно. Но узнает он, узнает выразить. До 21 года он все узнает. И это узнает. Не обязательно ему что-то знать в 10. У него еще лет 10 впереди. Ну, короче. Вот это на меня сегодня нашло. Встрепенуло. И я думаю, расскажу. Окей. Девочки, мальчики. Спасибо, что смотрите. Кому нравится, ставим лайки. И подписываемся на канал. Буду рада со всеми подружиться. Всем пока. Хорошего дня и настроения. Бай-бай. Бай-бай.